Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хорошо идем на себе узла И еще один маленький момент Вот видите горы Это Турция А вот с этой стороны горы Это уже греческие острова И вот здесь нужно Очень правильно прокладывать маршрут Чтобы не зайти на длительскую территорию Потому что в этом случае Проблема с пограничными Это мы на втором рифе На втором рифе так не все Нам пришлось изменить курт сейчас Теперь на воде вот такой вот знак С полной веселом Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Почему-то сам грот травиться упорно не хочет Такая сложная система Приходится так вот вручную веревку протягивать По каждому из колесиков Это при том, что сейчас лебедка просто отпущена И сто процентов Приходим в наше местное значение А это Марти Марина Вон то за эти остров Вон ту мыс выше дышается Это остров Вот там находится коса Дальше И я надеюсь, что там За этим островом Мы найдем ресторанчик вкусный Дальше это было Чените Марин Ярт Куд Ну а сейчас вроде как он закрыт В Турции Маяки практически на каждом мысе Что очень хорошо Обеспечивает безопасность движения А это Марти Марина Мы здесь не были Но если вдруг мы не найдем место Там, куда мы идем Возможно, придем сюда В Марте Марине Есть заправочная станция Мы там заправлялись Сейчас она для нас слишком далеко И смысла заправляться нам нет Слишком далеко В смысле от конечной точки Вот это вот Зайщий остров А вот здесь вот рукавчик Мы стоят на якоре Катамараны, яхты Почему-то не паруская Возможно, проблема с глубиной Витя не обманул, когда говорил Что здесь очень-очень красиво Мне кажется, Toby Витя Офигён Офигён Офигрён Что здесь Ещеoit Витя tud ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не нашли мы свободных мест в маринах, не на причалах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встали на якоре. Все-таки высокий сезон, надо заранее договариваться и бронировать места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остановились в таком замечательном месте Карханья. Именно здесь в прошлом году я начинал свое обучение. В этом году из-за коронавируса тот ресторанчик, который нас при ней приютил, закрылся. Мест того резко меньше. Остальные рестораны сказали, что мест нет. Так что мы в автономке на якорной стоянке. У нас нет солнечных панелей, поэтому мы заряжаемся аккумулятором, мотором. Зарядили их сколько могли. Так что, как-то так. Юля на сапе катается. Рассекает волны. Яхта Ямала, сап, подавай. Ну давай, я прокачусь по местам, спрошу здесь про ресторанчики. Сап? Да. Окей, давай, тогда это. На, давай. Ну ты эту самую веревку от ноги отцепи, дай мне в качестве швартового. Настоящая Покахонтас. Цепляйся. За какое-то самое? Да. Ну могла просто там узелочек какой-нибудь легкий завязать. Все, молодец. Пойду я, пройдусь по местным ресторанчикам. Вдруг кто-нибудь захочет нас покормить. Да, было бы неплохо, потому что я никого кормить не хочу. Видите, отправили разведать места, где можно перекусить, в магазинчики, ну и вообще, куда можно сходить. Короче, эти рестораны все закрыты. А что открыто? Вон тот папастный ресторанчик на горе. Ага. Ага. Он открыт. Ну там такой, атеросистический сантиметр чистый. А парь есть. Ааа. То есть там пицца, паста, салаты. Ну, поедим пиццу, салаты. Вот это да. Терья, терья, терья. Брызги даже меня достали. Свесили тузик. Помогите? Помогите? Что, Леш? Будем собираться на ужин. Первая партия. Яхт-сменов отправляется на ужин. Вот эти штуки не забыли. Бел, вообще-то уже ужин. Отвязывайся. Забирай его. Четыре-пальник, да? Дороги. Счастливо добраться. Дом я сглазила. Сейчас, сейчас. Итак, это уже вторая остановка, которую мы наблюдаем. Тузико с нашими высаживающимися. По ходу дела какие-то проблемы с мотором. Ну, надеемся, Витя до нас их довезет, за нами приплывет. Тогда узнаем подробнее. Ну, вот так вот. Чартерные лодки, чартерные моторы. Наконец-таки Витя возвращается за нами. Сейчас мы у него узнаем, что это были за остановки, что там у него было с мотором, но сейчас он, вроде, достаточно уверенно движется за нами. Наверное, решили проблему. Мы покинули нашу яхточку. Оставили одну. Если честно, стрёмно, потому что никого там не осталось. Остались документы. Ну, наверное, все так делают. Видно якорную стоянку с берега. Где стоит наша яхта? Вот стоит наша яхта. История воззновения косы в Архане. Песчаной косы. Она же тут вот-вот просто пересекает, а по бокам глубина. То есть, вот, в общем-то, намести особо так не наметешь. Так вот, на этом берегу жила девушка. И на том берегу, куда уходит эта коса, жил юноша. Их родители не хотели, чтобы они были вместе. И не пускали их. Квасик и жанр. Квасик и жанр. Вот. И девушка с юношей договорились, что вот они со своей стороны наступят косу. А песчаные не соединят, не что-то мают, а песчаные косы, чтобы в этом встретиться. Вот вы сами видите, насколько любила юношу девушка и как к ней относился юноша. Ну, мы перекусили. Сейчас дойдем в магазин, найдем свой тузик после магазина и потом поплывем искать свою яхту. Ориентировочно она вот тут. Кстати, очень вкусно поели, очень рекомендуют ресторан. Это порция большая. Большие порции, достаточно бюджетные средства. Супер. Намного вкуснее, чем вчера, если честно. Юля, вернись, я ничего не записал. Юля, вернись, я ничего не записал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!